Равнинная площадка – редкость для горного Ткуарчала. Берег реки Алсга в селе Акуарчапа стал взлетной площадкой для вертолетов в декабре 1992 года. Тогда отсюда десятки женщин и детей бежали в поисках мира, бежали от боевых действий. Их жизни оборвались уже через несколько минут после взлета машин. Российский военный вертолет Ми-8 после доставки гуманитарного груза, продовольствия и медикаментов в город Ткварчал в 16 часов 27 минут взлетел в город Гудаута, имея на борту женщин и детей. Маршрут пролета проходил вне районов боевых действий сторон. В 16 часов 39 минут при пролете зоны, контролируемой грузинскими войсками, в районе грузинского села Лата вертолет был сбит с земли ракетой класса «Земля-воздух». В результате вертолет упал и взорвался. Погибли все, кто был на борту. Они сгорели заживо. Ми-8 ВВС России выполнял гуманитарный рейс в Ткварчал. На обратном пути борт под завязку был загружен женщинами и детьми, которых в первую очередь вывозили из осажденного города. На рейс село столько человек, сколько смог поднять вертолет. В этот день все стороны конфликта были предупреждены о маршруте вертолета и о его миссии. Несмотря на это, вертолет был сбит грузинской ракетой «Земля-воздух». Чуть позже рядом с местом, откуда взлетали вертолеты, воздвигли памятник – мемориальную плиту с именами всех погибших в этой страшной трагедии. В Ткварчалском музее несколько стендов посвящено латской трагедии. Здесь даже хранятся детские тапочки одного из пассажиров, чудом уцелевшей при пожаре. А еще есть совсем маленький сапожок. Из латы, где произошло падение вертолета, обугленные фрагменты, которые язык не поднимается назвать телами, привезли в Гудауту для дальнейшего захоронения. Встречавшие рейс мужчины не могли сдержать слез. В этой страшной трагедии семья Эдуарда Нанба потеряла двух дочерей – Хиблу и Инессу. Девочки только начинали жить. Хибла окончила школу и поступала в университет. Инесса была школьницей. Каждый год в этот страшный день представители семьи Нанба приезжают в Гудауту к мемориалу жертв латской трагедии. Университет. Мы не знаем, что мы не знаем. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Многие люди говорят, что это не только в Киеве, но и в Киеве. Памятник жертвам ладской трагедии в Гудауте в парке имени героя Абхазии Усмана Гунба был открыт 14 декабря 1997 года. Ежегодно сюда приезжают родственники и близкие погибших, неравнодушные граждане. Почтила память невинноубиенных женщин и детей руководство страны во главе с президентом Асланом Бжани. Печаль мою не возьмешь с собой, мы подруги верные с ней. Эй, как ты холоден, непривычно тих, строго сжатые немые уста. Не растопит лед, где блоков твоих давит тяжестью пустота, как ты холоден, непривычно тих. Помимо более 80 мирных жителей в небе над Латой погибли члены российского экипажа. Капитан Евдокимов, старший лейтенант Илюхин, лейтенант Маскин. Подвиг российских офицеров, до последнего дыхания оставшихся верными воинскому долгу, навсегда останется в памяти абхазского народа. Так писал в своем соболезновании 15 декабря 1992 года председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзенба. Именно тех, кто заживо сгорел в латской трагедии, навсегда вписаны в одну из самых трагических страниц истории. Грузинская сторона несет полную ответственность за содеянное преступление. Вовсе не случайен тот факт, что вертолет с абхазскими беженцами был сбит именно 14 декабря, то есть в день, когда исполнилось ровно 4 месяца с начала военных действий Грузии против Абхазии.